Пиетическая антология стихи о Камчатке, работу над составлением которой мы с женой вели несколько лет и завершили только в конце 2020 года, готова к печати, сейчас идет поиск меценатов. А пока этот поиск идет, я буду регулярно читать вам стихи, которые войдут в эту самую антологию. Если прошлый раз вы услышали стихотворение Леона Граховского «Открытие Камчатки», стихотворение местного автора, то сегодня я прочитаю стихотворение поэта Заезжего. И это стихотворение рассказывает о вполне конкретной истории, о том, как в поселке Термальном геологи держали на цепи медведя. Баллада о медведе, потерявшем первородство Автор, московский поэт Григорий Куренев Это стихотворение было напечатано в 83-м году века минувшего в газете «Рыбак Камчатки». Под Петропавловском Камчатским жил у геологов медведь. Как вспомню, впору накачаться, чтоб по медвежьи не взреветь. И хоть я знал, за чечевицу продался некогда и сав, не очень верил очевидцам, пока не убедился сам. Я поначалу думал, байки, как только людям врать, не лень. А бурой жрал из банной шайки, как на курорте, трижды в день. Своим хозяевам в угоду недрых в берлоге до весны. И променял на харч свободу, и разучился видеть сны. А рядом шла в ручье горбуша, и пчелы собирали мед. Но, как казалось, зверя душу боль по свободе не проймет. Но дурня Бурова не мучила, что с гладкой шерстью на боках он стал живой, похож на чучела в третиразрядных кабаках. Тайги хозяин, стал он быдлом, а было век тайгой владей. И стало горько и обидно не за медведя, за людей. Да, у людей свои запросы, да, у людей своя игра. И если в шайке не отбросы, а, скажем, черная икра, и если падким на соблазны им самобранку расстелить, то будут многие согласны медвежьи жеребий разделить. Не за библейскую похлебку, за тьму вполне конкретных за, они согласны по холопьи глядеть хозяину в глаза. О, современные Исавы, ведь вы медведю не чета, для вас и человечье право не означает ни черта. Глухонемые ваши души медвежьей шерстью обросли, не оторвать их от кормушек, как не проси, как не моли, и как в тайге не докричаться, а не мотой не одолеть. Под Петропавловском-Камчатским жил у геологов медведь. Это стихотворение Григория Куренева, напомню еще раз, было опубликовано в 83-м году прошлого века, в рыбаке Камчатки и называлось оно «Баллада о медведе, потерявшем первородство». Кстати, обратите внимание, как можно истрактовать это стихотворение, ежели под медведем подразумевать советского человека, утратившего свою русскую первобытность, русскую пассионарность. Впрочем, дальше додумывайте сами. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать от меня новые стихи о Камчатке, ежели не нравится, ежели вы бескультурные и любящие похлебку, а брамы родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите свои комментарии под роликом. Вот там вон, внизу. Я обязательно, как закончится Филиппов пост, так называемый Рождественский пост, на ваши комментарии отвечу. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вы сразу не заскучали, и вам хочется возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. Выполним рекомендации, которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам не видит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились два сакральных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Молодцы, замечательно. Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.